Всем привет, уважаемые друзья! С вами канал Ольги Пак. Сегодня я расскажу, каким образом я добавляю гиф-анимацию в своих видео. В одном из комментариях на одно из последних моих видео, Дарья Макарова попросила меня показать обучающий видеоурок, где взять такие живые анимации, как их ставить в видео. Я сегодня расскажу, каким образом я это делаю. Я пользуюсь программой VideoMaker. Мне программа эта очень нравится, очень удобно. Рекомендую, кстати, пользуюсь ей бесплатно. Если вы хотите оплачивать, то функционал у вас увеличится. Но мне хватает тот функционал, которым я пользуюсь на данный момент. Я нажимаю на VideoMaker, он у нас открывается. Дальше у нас выходит здесь вот такой интерфейс. Здесь вы видите мои черновики, с которыми я в последнее время работала. То есть вы можете удалять эти черновики, можете оставить и по ходу еще экспериментировать. Вы можете менять видео и гиф-анимации в самом этом видео. Так, сейчас на данный момент я расскажу вам, как теперь дальше работать. Мы нажимаем с вами на плюсик. Вот сюда. Видео, то, что у меня здесь есть. Я просто коротенько одно выберу. Я нажимаю на любое из них. Вот я нажимаю вот сюда. Он у нас, видите, выделился. И у нас дальше он загрузился вот сюда вниз. И вот он у нас. Галочка отметилась. Если вам нужно сделать, добавить несколько видео, то же самое нажимаете на любое видео, и оно у вас будет добавляться вот сюда, в эту шкалу. Дальше что мы делаем? Мы нажимаем вот сюда на стрелочку. Нажали. И у нас загрузилась на монтажную шкалу сюда. Что мы делаем? Нам надо добавить гиф-анимацию. Значит, внизу вы сразу можете... Я сейчас на данный момент работать буду только с гиф-анимацией, чтобы не затрачить ваше время. Потому что здесь функционал очень большой, и можно работать и с музыкой, и с эффектами, и обрезать, и, в общем, текстовку вставлять, и голосовую текстовку вставлять. То есть, на данный момент я не буду этого делать, чтобы вас не задерживать. Значит, что мы делаем? Мы нажимаем вот сюда. У нас есть гифка. Не гифка, а смайлик. Я нажимаю на нее, и у нас загружаются гифки здесь, видите, да? Я сейчас немножко вот так полистаю. Вот я пальцем листаю, и вы видите эти все гифки. Вот эти гифки, они идут как бы обрезаны от фона. С ними очень удобно работать, и они очень хорошо добавляются в само видео. И в видео они хорошо смотрятся. Дальше у нас есть еще гифки. Вот вы смотрите на шкалу, вот здесь. Я буду нажимать на нее, а вы увидите, она меняется красным цветом. Нажимаю на следующую, и видите, у нас вот такие гифки. Эти гифки у нас идут уже с фоном. То есть, вы можете добавлять, если фон у вас какой-то подходит для вас именно. Но он на данный момент в наше видео не особо подходит. Также здесь есть тексты. Тексты у нас тоже без фона. Здесь они очень удобны, тоже вы можете выбрать. Есть эмодзи. Вот такие тоже они без фона. Тоже удобно с ними работать. Вы можете любой добавлять. Мы вернемся на первую гифку. Дальше. Теперь у вас, например, какое-то определенное видео, и вам нужна тема подобрать к этому видео. Ну, например, солнышко. Да, вот у меня, видите, солнышко. Я могу поискать, есть ли у меня гифка с солнышком. Я просто беру вот здесь, в поисковой шкале, вот здесь, пишу «Солнце». Дальше нажимаю внизу. Есть такая лупа внизу, в углу справа, в самом низу беленькая. Я на нее нажимаю, и он мне показывает различные варианты солнца. Вы видите? Вот. Давайте вот эту выберем. Она веселенькая такая. Вот. Я ее сюда вставила. То есть я могу менять пальцем туда, куда хочу. Я могу ее поворачивать вправо-влево, по диагонали, как хотите. Крутить. Вот здесь такая стрелочка есть. Вы можете увеличить, уменьшать ее. Видите, она меняется. Дальше я просто пальцы меняю и немножко увеличиваю ее. Дальше. Это меня устроило. Я беру, просто нажимаю, вот здесь галочка, что она мне устроила. Я беру, нажимаю галочку, и она у меня встает. Видите, сюда. И вот здесь она у меня стала зелененьким цветом. Видите, она здесь исчезает. Я могу ее увеличить до конца, сделать, чтобы она, например, у меня была. Могу ее сделать, чтобы она у меня закончилась. Например, где-то в каком-то определенном месте. Здесь могу... То есть пальчиком меняете, здесь жестик меняется. Он, значит, меняется в том направлении, в какой вы двигаете. Также можно его просто на него нажать. Он у нас выделился, и вы можете просто его двигать вот таким образом. Видите, она двигается. Можете отпустить. Отпустили, и он стоит у нас. Теперь мы можем добавить анимацию сюда. Здесь внизу, смотрите, вот здесь внизу есть анимация. Нажимаем на анимацию. И мы хотим, например, чтобы у нас она появилась. Мы просто нажимаем вот Zoom In. Красненькая. Она выделилась у нас. Вы также можете время подобрать, за какую секунду. Например, за секунду она появляется. Можете ее потихонечку. Она, видите, медленно за 1,6 появляется. Вот таким образом. Можете выход сделать, например. Другой какой-то определенный. Но я вход лучше сделаю. Мне больше вход нравится. Также можно петлю сделать здесь. Тоже поменять можно. Я в основном пользуюсь входом. Дальше, когда вас устроило это все, вы просто нажимаете галочку. И она у вас, видите, появляется потихонечку. Вот таким образом. Давайте я сейчас включу, посмотрите. Вот она у нас появилась. Это одна анимация. Значит, теперь, если вы хотите, чтобы у вас еще раз повторилась эта анимация, здесь у нас внизу есть копировать. Вот. Можете сюда нажать копировать, можно нажать вот сюда копировать. И у вас она продублируется. Давайте нажмем наверху. Нажало. И у нас она продублируется. Получается, что эти две гифки у нас одинаковые вместе. Мы можем их разъединить. Одно вниз поставить, например, другое наверх. Вот таким образом. Можно сделать, чтобы она у нас не одновременно выходила, а менялась. То есть мы просто берем пальцем, держим и двигаем в сторону ее. И она у нас, видите, здесь появилась. А потом она появляется у нас снизу. Вот сейчас мы поменьше ее сделаем. Вот. И таким образом вы можете сделать несколько копий, как хотите, и ставить в любое место, куда вы хотите. Это очень удобно. Также вот, когда вам нужно выделить, вы просто можете нажать на саму гифку. Она у нас выделяется. Здесь гифка, вы хотите, чтобы она появилась. Или на, внизу на шкале меняете, нажимаете на нее здесь. Или нажимаете вот здесь на нее. Она у вас выделяется. Нужно карандашик нажать, нажимаете на карандашик, у нас появляется анимация, какую вы хотите поменять анимацию. И такую анимацию можно добавлять сколько угодно и какую угодно. То есть, ну давайте, для примера, еще какую-нибудь покажу. Мы подвинем немножко ее в сторонку, нажмем опять на гифку, на анимацию, смайлик вернее. Я напишу, например, мне нужно цветок, да, например, я напишу цветок. Опять на лупу внизу. И у меня тут различные виды цветка появляются. Вот видите. Вот. Выбирайте тот цветок, который вам понравился. Давайте я вот этот выберу. Поставлю его просто вниз. Просто покажу, что как он работает. Галочку нажму, он встал у меня вот сюда. Дальше я могу просто его увеличить, уменьшать, то есть вот таким образом добавляю сюда анимацию. Сделаю, чтобы она появилась у меня снизу. Вот она у меня появляется. Нажимаю просто галочку, и она у меня встала. Давайте сейчас я покажу вам, что у нас получилось. Вот одна анимация появилась. Гифка, вернее. Вторая гифка. Вот третья гифка. Дальше вы здесь можете сами делать, чтобы у вас не было, например, паузы какие-то. Вы сами здесь можете менять. Ее выделили, например, пальцем, она чтобы у вас зелененько встала. Следующую гифку тоже взяли, нажали. Она у нас тоже выделилась. Мы тоже просто берем пальцем, вот видите, меняем ее. Она меняется у нас для того, чтобы более интересно смотрелось с одного перехода на другой. Здесь тоже поменяем, немножко ближе сделаем. С одного перехода на другой сразу третий идет у нас. И так по всему видео можете добавить видео, можете продолжительность сами, смотря какое видео у вас будет по продолжительности. Вы можете по ходу всего видео делать гифки такие различные. Я сейчас долго затрачивать не буду, я просто его немножко укорочу. Вот так беру, укорачиваю, чтобы не затрачить ваше время. И вот такой он получается. Можете добавлять сюда музыку, текстовку можно добавлять сюда. Вот, скорость можно добавить, вот скорость здесь меняется, я могу скорость до двух увеличить и таким образом у меня скорость, видите, единственное, что я скорость увеличила и у меня гифки потерялись. Поэтому скорость обратно возвращаю на единицу и она у меня опять стала здесь. Давайте сейчас посмотрим еще раз. Так, вот одна гифка появилась, вторая гифка и третья гифка. Но здесь у меня более получается медленно, поэтому как бы вы уже по ходу сами будете экспериментировать то, что как вы хотите вставлять. Значит, здесь тоже фон меняется. Если хотите, посмотрите, как пользоваться этой программой. у меня есть видео, как пользоваться этой программой. Посмотрите, я закреплю, ссылочку скину на это видео для того, чтобы вам проще было потом пользоваться этой программой. Как пользоваться этой программой, вы там посмотрите. Вот, и пользоваться различными функциями здесь можно. Ну вот, таким образом добавляется гиф-анимация в само видео. Также я использую не только в этой программе, я использую еще в Camtasia Studio добавляю гиф-ки на компьютере. Также использую в Instagram-канале я добавляю гиф-ки, то есть с помощью историй. Если вам будет интересно узнать, как я в Instagram-е это делаю, пишите в комментариях, значит, буду записывать отдельное видео для этого. Ну вот, на этом я закончу. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь с другими. Надеюсь, я более понятно объяснила, как это все делается. Всем всего доброго, до скорой встречи в следующих видео. Так, простите, еще напомню, что я не рассказала вам, как сохранить это видео. Вот здесь, сейчас, минуточку, вот здесь у нас есть стрелочка, когда у вас видео уже будет готово, вы нажимаете на него и у вас видео сохраняется. Сейчас давайте я покажу вам быстренько. Нажимаем, у нас выходит разрешение, в каком формате вы хотите, то есть он позволяет у нас уже в высоком качестве, видите, записывает, мы нажимаем просто сохранить. у нас выходит с вами реклама, мы ее быстренько просматриваем, дальше нажимаем просто на крестик и у нас реклама закрывается, дальше идет конвертация видео и она буквально через несколько секунд проконвертируется и можно уже это видео будет вам загружать на YouTube канал или туда, куда вы хотите загрузить, в Instagram или в социальные сети какие-то определенные. Ну вот, на этом я закончу. Всем всего доброго, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok